Субтитры делал DimaTorzok Однако по иронии судьбы артист так и не удостоился никаких государственных званий, хотя по уровню популярности превосходил многих своих коллег, которые эти звания получили. Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, почему такой феномен имел место быть. Он рассказал, что Шатунов действительно был народным любимцем, но проблема в том, что это никак не влияет на решение органов о присвоении государственных званий. Соседов также отметил, что Юрий Шатунов не был авторитетом среди его коллег. По словам критиков, большинство артистов были убеждены, что Шатунов – выскочка, которому просто повезло оказаться в нужное время, в нужном месте. Как артист среди своих коллег Юрий не был большой и значимой фигурой. У профессионалов к Юрию Шатунову было отношение как к выскочке, парню-сироте, которому очень повезло. Уважения как к певцу у артиста не было, а народ ждал такого героя. Девочки-подростки сходили от него с ума, но народная любовь – это одно, а звания – это заслуги перед государством, профессиональные заслуги. Они даются, помимо обожания публики, именно еще за это. Цитирует соседов одно известное издание. Юрий жил в Оренбургском интернате, когда познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым. Встреча стала знаковой для мальчика. Вместе они создали группу «Ласковый май», написали песни и записали их на бытовом магнитофоне в местном Доме культуры. В одной из серий телесериала «Счастливы вместе» Юрий Штунов играл самого себя. По сюжету он должен был спасти от болезни сестру Гены Букина. Все удалось снять далеко не с первого дубля, так как только одна из актрис сериала начинала по сценарию визжать от радости при виде своего кумира. Исполнитель «Белых роз» тут же забывал свой текст. Но спустя время Штунов освоился на съемочной площадке и даже несколько раз импровизировал. Со своей будущей женой Светлана Юрий познакомился в Германии. Встреча была случайной, как рассказывал исполнитель. Вот часто спрашивают, верите ли вы в любовь с первого взгляда и вообще возможно ли такое? Возможно. У меня это именно так и получилось. Будущие супруги встретились на улице, затем познакомились. Так началась история их любви. У Штунова двое детей, сын и дочь, родители выбрали им красивые имена – Дениса Эстелла. Интересно, что день рождения сына выпал на 5 сентября. Будущая мама в 2006 году не дотянула всего один день беременности, чтобы сделать Юрию в день его рождения 6 сентября самый дорогой подарок – рождение первенца. Штунов входил в число тех пап, которые не боялись родильного зала, поэтому, когда его сын должен был появиться на свет, Юрий решил разделить этот важный момент за женой Светланой. К тому же исполнитель не только присутствовал на родах, держа жену за руку, но и перерезал пуповину. В своих интервью Юрий Штунов старался обходить тему семьи. Он отмалчивался по вопросам о жене, детях и быте. Певец был уверен, что повышенный интерес к его личной жизни может ухудшить микроклимат в кругу близких ему людей. Продолжение следует...